Всю красоту ночного города Днепропетровск мы смогли увидеть в ночном клубе неба, организаторами которого был Original Records. Наша программа и смогла обойти такое мероприятие с дорогой. Почему вы играете именно в хаос? Ну, во-первых, сегодня день рождения у наших хороших друзей и товарищей. Это Godfame промо-группа, они лучшие в Днепропетровске по орденской музыке. Мы с ними решили сделать сегодня общую вечеринку. Мы представляем лейбл музыкальной индустрии шоу-бизнеса Original Records. И мы делаем электронную музыку, а также выпускаем, продаем музыку. И сегодня мы представляем хаос, так как он не вошел в общество. В свое время он как бы не зашел, люди его не понимали. А так как сейчас в последнее время, допустим, в последний год, не выходит ничего нового, то есть нет новых звуков, нет новых стилей. Мы играем то, что было раньше и чего люди, в принципе, не понимали тогда. То есть мы сейчас пытаемся как-то это донести. Вот. И как бы внести что-то новое в клубную культуру Днепропетровская. Тем более, когда такое заведение, оно похоже на пафосное, а также какое-то более хламурное, но сможешь продержаться в R&B звуках, а также в электро невозможно. Надо делать что-то старенькое, похоже на год 2000, когда были отличные звуки, отличная музыка была. Поэтому должны это все восстановить заново. Да, потому что сейчас музыка клубная дегратирует, и это не всем нравится, все хотят чего-то нового, а нового, ничего не придумывается, и приходится возвращаться к старому. Ребята, а ваш музыкальный секрет? Вот в чем ваши сумки, да, творчество ваше? Мы просто отдаемся публике, мы с ними работаем, мы работаем с публикой, мы не работаем с аппаратурой. Аппаратура это как бы наши средства... Передвижение. Да, передвижение и при работе с публикой. В основном все идет на идеи, на контингент, на посещаемость. Как-то так, в общем. Могу добавить еще от меня, что я считаю, что зал работает только с диджеем, а диджей работает с залом. То есть если диджей не вырабатывает тот позитив, который нужен залу, это не тот зал, это не та музыка, это не та атмосфера, которая нужна данной вечеринке, для данного мероприятия. Вот мы были в Киеве, вот в прошлой неделе, мы собрали в Саксонии около 10 человек, и скажу, что было вообще шикарно, все было отлично. Просто потому, что мы двигались, и мы общались с публикой. Также тут у нас подошел Захар, который имеет прямую ответственность к год феймеру на 11-й вечеринке. То есть мы занимаемся, в принципе, пиар-компанией, и он занимается всей вечеринкой. И мы решили сделать сегодня хаус-паки, которая даст людям, не знаю, может быть, позитива больше, чем РНБ, больше, чем Электро. Ну, то, что одна с этим должна быть. Но можно сказать, что ваша цель – это вернуть в 2000-е годы, когда именно было совмещено и было интересно. Не вернуть, просто показать, что как бы есть еще что-то интересное в новой культуре, которое в свое время просто люди не поняли. Не поняли. Вот. Что-то такое неоригинальное. Потому что сейчас, понимаете, сейчас в городе каждый второй мальчик, да, пацан, то есть, грубо говоря, это диджей. Вот. То есть, который там на компьютере что-то наклацает, он наклацает, но он считает, что он диджей. Вот. А мы как бы пытаемся донести то, что было раньше, вернуться в прошлое, и показать людям, что так все и плохо. До физи, грубо говоря, было много людей, была отличная музыка. Люди выходили, там был свой контингент, поэтому люди понимали все, и они туда приходили, понимали, что это та музыка, которая нужна. А не сейчас, ты приходишь в Адвозрике, там играет электро, переходящая плавно в транспорт, там, в драм-н-бейс, неважно, то есть, людям это уже надоело. Вот поэтому, то есть, мы решили показать то, что было раньше, при этом поздравить наших друзей, с которыми мы собираем дальше работать в марте, на совместные вечеринки, совместные проекты по Киеву, по Днепропетровску, по Запорожью, по Херсону, то есть, у нас уже план расписан, графики уже. Вот, поэтому, то есть, посмотрим, что будет сегодня, мне интересно тоже. Ну, давайте тогда отправимся. Спасибо вам, до свидания. Спасибо. Ориджнол Реклс. Спасибо большое. Симплэн Продакшн. В этой игре мы сделали переворот. Кто-то думал, что он лидер, но теперь наоборот набирает оборот. Год фейм-промо по нулям ночица, и все уже давно готовы в ход. Забит. Наступили выходные, конкурентов нет, и всех уже давно забыли. На сцене я двигаюсь вольтся в стране. Год фейм-промо, ты знаешь, мы всегда в игре. В наших списках только VIP. Разрываем город под ритмы R&B. Всего лишь год, а нас уже все знают. Почему везде реальных уважают. Мы не можем стоять на одном месте. Теперь год фейм-намбур-1 с нами интересней. С нами... Кризис кризисом, а ночная жизнь Днепропетровская кипит, как крутой кипяток в чайнике. В этом мы смогли убедиться, побывав в самом центре, в ночном клубе под названием «Небо». Организаторами мероприятия стали God Family и Original Records. Невозможно себе представить хороший отдых без музыки и танцев. Поэтому музыки в клубе «Небо» было очень много, Причем самые разные. Я привык жить вот так, это факт. 2008, точка отправления на мелкие проекты. У нас нет времени, свою точку зрения мы не поменяем. Если ты не с нами, значит ты под нами. Мой голос всем расслабляет нервы. Не надо спорить, я по-любому первый красиво жить. Нам не запретишь, и ты это знаешь, поэтому молчишь. На наших вечеринках только престиж. Что может быть лучше, только Париж. Только вперед и не шагу назад, я привык жить вот так, я привык жить вот так. Только вперед и не шагу назад, я привык жить вот так, я привык жить вот так. Только вперед и не шагу назад, я привык жить вот так. Как называется тут на месте победы? Кризис кризиса. Что происходит сейчас? Сейчас, то есть, затейща группа. То есть, та публика, которая проходила до кризиса, то есть, могла себе позволить нормальный доход. Сейчас, грубо говоря, середома. То есть именно та публика, которая, будем говорить, из таких нормальных слоев Днепропетровской, она как ходила, так и ходит, но уменьшается, то есть рейтинг посещения клубов, из-за того, что сейчас клубы, то есть в связи с термин-кризисом, не выдерживают эти разные социальные слои. Вечеринка продолжалась до самого утра. Как видно, наши люди большие оптимисты и умеют веселиться от всей души, несмотря ни на что. Ну что ж, мы окунулись в ночную жизнь города Днепропетровск и можем сказать точно, именно здесь бывает горячо.